Здоровенный Идол требует реванша, но он хочет отыграться хотя бы на мелких и слабых, хотя мы подобрали не самых слабых. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Сегодня Идол будет сражаться против двух отрядов Хромовой Стражи Лизардменов. Почему именно Хромовой Стражи? Да потому что Идола обидел Лизардмен, здоровый, да, представитель этой расы. Поэтому он решил отыграться на именно этих клубнокровных. Что касается отряда, он не самый мощный, да, это также, в принципе, достаточно элитная пехота против крупных представителей данной игры. Но в любом случае, есть еще даже Стражи Нагоронда, которая подороже, да, и есть Стражи Феникса, которые еще дороже. Ну, чтобы было для Идола интереснее, я все-таки остановился на Лизардменов. Их по два отряда. Всего у нас, можно сказать, пять Идолов и десять отрядов Стражек. Начинается все вполне уверенно для Бродячего Ида. Он очень хорошо с натиска продавливает, он очень хорошо их бьет. Да и вдобавок ко всему, чем больше Идола окружает народа, тем он эффективнее себя все-таки показывает. Например, вот в такой вот ситуации он менее полезен, потому что здесь он сейчас махнет, заденет лишь нескольких и все. Ему нужно, конечно же, бить в эту сторону. Но порой Идол сам себе эти задачи рисует. Но задача в целом для Лизардменов вполне пассивная. Они проседают прилично, но при этом и Бродячий Идол тоже несет значительно такие большие потери ХП. И даже камни, которые рушатся и наносят урон Лизардменам вокруг. У него не помогают вот прям так, чтобы на голову их переплюнуть. То есть битва идет вполне на равных. Где-то он пишет, что проигрывают больше Лизардменов, где-то прямо уже им отдают победу. На первых парах говорили, что они однозначно проигрывают. Ну и вот парочка Идолов все-таки бежит. Начинает бежать. Возможно, останься они и сражайся до последнего. У них был бы шанс в некоторых поединках добить все-таки, да, в зависимости от того, как хорошо их окружили или нет Лизардмены. При этом, ну, они побеждают во всех пяти поединках сейчас. Ну, не сказать, чтобы у них и дисциплина сейчас просела после того, как их товарищи сбежали здесь достаточно далеко. На них это не повлияло так сильно. Как минимум, не так кардинально это сказалось, как могло бы быть на самом деле. Вот такое вот доблестное поражение Идолов. Они хотели реванша, они хотели отомстить и унизить Лизардменов, но Лизардмены здесь и в данном варианте отыгрались. То есть два отряда Стражей разрывают. Ну, если взять, допустим, по одному отряду, Идолы их разрывают. Они, конечно же, один на один. Здесь, ну, не сказать, чтобы их прям втаптывают в грязь. Опять, чем больше народ их окружило, тем больше урона они смогут нанести разом. Из-за того, что атаки у них очень хороший радиус имеют, но при этом наносятся значительно реже, чем, может быть, у других монстров. Но самое, что важно, если выбрать только пять отрядов, баланс будет крайне-крайне низким в сторону Лизардменов, что также может сказаться, в принципе, на веру в этих Лизардменов и на их эффективность. А когда десять и пять идолов, все на равных. Все, игра говорит, по крайней мере, на равных происходит. Но Идолы в любом случае проигрывают здесь. Ну, есть маленький шанс, что они победят и смогут этих Лизардменов все-таки унизить. Но вот в данном поединке из пяти сражений Зеленокожие ушли ни с чем. Что ж, можно сказать, что уже 6-0 в пользу Лизардменов, а Идол снова обиженный уходит домой. Обмазываться своим, ну, в общем, ну, всем, чем обмажут его гоблины и всякие другие представители Зеленокожих. На этом на сегодня все. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok